Интернет таит в себе угрозу, в частности для детей и подростков. Казалось бы, все это знают, но как обезопасить себя и своих детей от киберпреступности мало кто задумывается. В итоге школьники попадают под влияние сетевых мошенников и совершают необдуманные, порой роковые поступки. Не так давно по стране прокатилась волна детских самоубийств. Виной всему маргинальные сообщества. Детям предлагают выполнять различные задания, а в конце концов объясняют, как уйти из жизни. Организаторов групп задержали, но где гарантия, что в интернете не появится другой злой лидер. Эта тема актуальна как для города Сочи, так в частности и для всей России. То есть важно обучать детей, важно давать им понимание, как общаться в сети интернет, как реагировать на те или иные угрозы, возникающие так или иначе в сети интернет. Эксперты рассказывают педагогам, как не стать жертвой мошенников, избежать вовлечения в незаконную деятельность, ограничить получение нежелательной информации. Все эти знания учителя обязательно должны донести до каждого ребенка. А еще побеседовать с родителями. Специально по этой теме в ближайшее время пройдет родительское собрание. Очень часто подростков и детей вовлекают в занятия незаконной деятельностью. Например, в распространении запрещенных гражданскому обороте веществ и предметов. Это наркотических средств, оружия, иных незаконных средств, ищих предметов. Также дети иногда вовлекаются в незаконную деятельность в кибергруппировке и зачастую даже не знают об этом. По статистике, каждое пятое преступление в России происходит с использованием компьютерной информации, либо с использованием компьютерной техники. Как не допустить вовлечение детей в незаконную деятельность, родителям поможет цифровое пособие. Его можно найти опять же в сети на сайте месяцбезопасности.рф.